итак сегодня 18 или 19 сегодня 18 18 мая 2023 год диана анкудинова парк люди березы солнце все сошлось сегодня сумка на месте ну что поехали первый вопрос диана как настроение все отлично здравствуйте всем привет итак первый вопрос от евгения львовича россия о подготовке евгений львович спрашивает по каким критериям отбирались актеры для съемок вообще я выбирала только молодого человека который будет со мной играть потому что как бы но он будет со мной играть они с кем-то другим как я выбирала выбирала потому насколько мне комфортен этот человек по внешности насколько это возможно знакомый человек какой-то вот было очень много вариантов это правда но мы остановились именно на владе и вроде бы очень даже неплохо смотрелось согласен смотрелся он гармонично так алла сушенцева спрашивает или сушенцова опять же извинения если неправильно фамилия прочитана был ли кастинг на главную мужскую роль и роль писали сразу под этого артиста актера имеется ввиду ну как сказать кастинг был кастинг по фотографиям по визиткам присылали очень много разных материалов с собой молодые люди вот естественно приемлемых слава богу а критерии были чтобы человек был у нас вообще съемка здесь критерии были чтобы молодой человек точно был высоким выше меня чтобы у него в глазах читалась какая-то ухмылочка такая ну потому что он в итоге меня как бы ну такой как сказать не то чтобы плохой человек но для зрителя он такой вот не хороший персонаж остался вот но в принципе влад по всему подходит поэтому он играл а как относишься к тому что много угроз звучало в его адрес после клипа отношусь совершенно спокойно потому что меня эти угрозы не касаются я влада конечно предупреждал я говорила что ну ты готов как бы все он такой я готов мне вообще он наверное не предполагал что все будет именно так как оно случилось слава богу что расту я растет и мой зритель и со временем у вас появляется понимание того что не все актеры такие какие они на экране плохой лев спрашивает в гитисе знали об этой актерской работе может как-то участвовали подсказали какая была реакция в гитисе не знали про то что я буду снимать клип вообще в принципе я не понимаю зачем включать гитис в свою работу в плане творческую потому что гитис это абсолютно другое место где я учусь познаю что-то новое в этой профессии а моя работа это чисто творческая такая творческое мероприятие в котором я просто экспериментирую делаю то что нравится мне поэтому в гитисе никто не знал и реакции конечно никакой не было пока клип не вышел и они такие вау там однокурсники мастера было очень прикольно может они подняли оценку за актерское мастерство никто оценку мне за это не поднял потому что она и так была отличная молодец получается спасибо плохой лев так борис кочкин россия опять же спрашивает у кого родилась идея сюжета и если не своя то как с точки зрения артиста была принята концепция этого сюжета сюжет был предложен режиссером которого зовут артем датский вот как все вы уже вы тоже знаете я почти сразу согласилась со всеми деталями клипа и сюжета потому что сценарий в принципе очень подходящий для песни но в принципе примерно так его и представляла поэтому наверное мы сошлись с артемом в творческом союзе все спасибо я думаю на этом можно закрыть уже интервью марина маринина спрашивает какой момент в съемках дался сложнее всего было два съемочных дня наверное было сложно с ожиданием когда съемочная группа выстраивала какие-то декорации свои там свою аппаратуру как-то настраивала все они это делали это конечно все очень интересно если углубиться но со стороны ты просто стоишь и ждешь потому что тебя уже накрасили ты уже все выучила там все уже теперь порепетировала и ты стоишь и ждешь час-полтора и потом только выходишь возможно на сцену еще там репетируешь стоишь вот но если говорить про актерскую игру то сложно было в момент когда нужно было плакать естественно потому что у меня хорошо получается плакать только когда я пою с песней это прям вот так идет а когда песни нет очень сложно вызвать слезы у меня мы будем рассказать правду или придумаем мне придется это вырезать но если говорить про то как вызывались слезы я сначала долго сидела в машине потому что долго настраивали аппаратуру я сидела в машине грелась в принципе было холодно поэтому слезы не сильно то и шли потому что мерзнуть не сильно то и хотелось моим щекам вот но я там слушала разную грустную музыку которая напоминает меня каких-то людях которые ушли из моей жизни смотрела видосы где я там возможно плачу смотрела военные какие-то видео и было очень грустно вот но так как аппаратура очень долго выставлялась и очень долго снимали влада там вот это как он целуется с этой такой девушке юли а я я с юлечкой нашей дорогой дом вот поэтому мои слезы они как-то так выходили выходили и так они все снимаем слеза идет они там с владом я думаю ну все уже поздно много раз плакать это сложно мы плакали одновременно в этот момент следующий вопрос нас от дмитрия шевченко россия какие самые яркие впечатления от всего этого творческого процесса если их можно как-то выделить самые яркие впечатления это работа с командой потому что я всегда очень люблю интересных людей люблю делать что-то новое особенно если ты это делаешь с профессионалами вот и это всегда приятно конечно любой опыт он нужен и важен но когда это хороший опыт и позитивный это всегда очень радует вот поэтому самый запоминающийся момент это то что эти два дня пролетели как 10 минут правда и следующий от него же вопрос самый веселый и неожиданный момент произошедший во время съемок ты помнишь что-нибудь что-то было смеялись мучше я знаю я скажу момент который меня очень рассмешил значит был момент когда актер влад должен был ко мне подойти со сценарием и ну просто подойти а влад почему-то ко мне не мог просто подойти он все время облизывал губы это было очень смешно но для меня честно сказать потому что каждый раз моему влад не облизывай губы а он идет такой это когда я сказал уже не кусок мяса что-то облизываешь да это было очень смешно и пока ты не увидишь со стороны как ты выглядишь ты не поймешь что нужно исправить вот поэтому очень важно ставить зеркало рядом с актером я думаю александр мартынов спрашивает следующий вопрос от него какой момент в клипе больше всего понравилась давайте лучше бы ответить какой момент в клипе вам больше понравился потому что мне понравилось все потому что ну как бы это же мой клип о нет еще классный момент когда я была на кровати я спала и мне нужно было испугаться и то как это снималась это тоже было очень смешно потому что оператор стоял просто вот здесь у него вот так вот ноги его здесь вот камера это было очень смешно, потому что он все находил на меня и находил. Я думаю, ё-моё, когда это закончится? И нужно было еще играть как-то актерски. В общем, это было прикольно. Лучше один раз увидеть, поэтому я вставлю этот момент. Ребята, это точно то кино? Я не понимаю, что я из риска. Да, мы, кстати, с первого дубля его засняли. У тебя там белочка бегает. Такое настоящее, капец. Интересно, а у них есть боевой танец, как у горностая? Конечно. Ничего себе ты! Эй! Есть что-нибудь у вас? Нет? Ты посмотри на нее какая! От Натали Пименовой вопрос. Диана, тебе понравилось работать в таком именно интенсивном режиме? Какие знакомые фамилии все называешь? Я же просто всех знаю. Боже мой! Боже мой большой такой! Мамочки, уйди от меня! Все, снимаем! Да, мне очень понравилось работать в таком интенсивном виде. Как это называется? Режиме. Режиме, да. Так, Евгений Львович опять спрашивает. Диана, какие профессиональные качества ценит Диана больше всего в коллегах и партнерах по съемке? Больше всего, как в принципе во всех сферах работы, я в людях очень ценю человечность и человеческие качества. когда человек как бы видит, если ты устал, он видит, что ты устал. В принципе, если ты такой «Я могу работать семь часов вообще без перерыва, ни на еду, ни в туалет, ничего», а когда режиссер видит, что тебе нужно отдохнуть, он говорит «Так, пять минут отдыха». Это очень круто, я считаю. И, ну, когда есть вот эта атмосфера, что все работают на результат, все работают, все занимаются творчеством, и никто вот, как сказать, даже нет этой усталости какой-то, потому что ты просто кайфуешь от того, что ты делаешь, и когда вся команда переполнена вот этим ощущением драйва и просто надеждой на хорошую в итоге работу, это очень заряжает. Так, «Плохой лев» опять спрашивает, участвовали ли музыканты группы ДА в съемках клипа в полном ли составе? Музыканты участвовали в клипе, но только в лице барабанщика, потому что так сложилось. Вот. Но, в принципе, мне кажется, смотрелось очень классно, и идея с музыкантами тоже, и эта вся локация, это, конечно, прям грандиозное такое. Ну, я думаю, вы все оценили, особенно начало «Тыщ, тыщ, тыщ», «Пео», и там гитарка такая, да, вообще кайф. Максим Скульский спрашивает, «На Шоу Мазгуон она жаловалась, они мне дышат в шею». На этот раз близкий контакт с другим актером уже не так действовал на нервы? Следующий вопрос. Или все так же сложно? Ну, нет. Конечно, на Шоу Мазгуон было непривычно и странно, потому что танцор Юра, опять все у меня Юры почему-то, ну, очень близко подходил и танцевал, входил в образ, а я, как бы, такая стеснительная, такая зажатая стояла, думала, боже мой, как бы не облажаться и спеть все хорошо. Сейчас-то, конечно, исчезло, потому что опыт-то нарабатывается, я уже больше привыкаю к каким-то моментам. Ну, и тем более, актера я выбирала сама, и мы еще до съемок чуть-чуть с ним пообщались как-то на площадке, притерлись, так скажем, друг к другу. А с Юрой у нас не было практически момента, чтобы мы притирались, поэтому, когда он дышал мне в спину на «Туистимой собрайзи», это было, ну, как бы, такое. Он дышит мне в спину, боже мой. Такое, немножко, да, заставил меня понервничать. А, подожди, а Влад дышал мне в спину? В шею? Ну, тут имеется в виду близкий контакт. Здесь, ну, и это был, ну, в принципе, у вас близкий контакт, и никогда никто не видел, чтобы ты кого-то так интимно трогала за лицо. Ничего себе. Будем знать, что открывать для вас все больше игра, не меня. Ну, я думаю, последняя фотосессия Воробьева все-всем уже и так показала. У меня есть еще одна фотосессия, которая, возможно, вам очень понравится. Да? Да. Ну, это так чуть-чуть. Будем ждать с нетерпением. Следующий вопрос от Шевченко Дмитрия. Первая мысль после просмотра окончательного варианта клипа? Первая мысль Вау, это мое, это мне, это я, это мое лицо, я плачу в кадре, о, ничего себе, какие переходы, боже мой, вау, свет, звук, это же... Ну, короче, просто шок, потому что у меня такого в жизни не было, было только, ну, когда на телевидении все делается на профессиональном уровне, а когда это делается чисто для тебя лично, для твоего творчества как артиста, это прям вышаг какой-то. Елена Будилова спрашивает, довольна ты результатом? Я довольна результатом, если бы я была недовольна результатом, мы бы не выпустили этот клип, все. Алиса Громова спрашивает, как Диане опыт съемок в таком именно мини-кино? Я очень рада, мне очень все понравилось, пожалуйста, следующий вопрос. Так, смотри. Хочу быть белкой. Елена Агапова спрашивает, Россия и Германия, так, есть ли у Дианы задумка или даже свой сценарий для следующей работы ближе к кино или театр? И есть задумка насчет следующего клипа, она песня ушла в себя, вместе с Дианой Манни, совместно мы делаем очень крутую задумку. Елена Будилова спрашивает, многие зарубежные поклонники хотели бы слышать от Дианы больше песен на своем языке, имеется в виду, наверное, на английском. Есть в дальнейших планах выпуск песни или клипа на английском языке? Сейчас пока что нету. Пока что нету, но, возможно, будет, кто знает. В каких еще проектах вам хотелось бы потрудиться с Дианоманией? Я бы хотела трудиться с Дианоманией бок о бок, плечо о плечо, всегда, чтобы рядом шли и вместе творить творчество. Алла Сушенцова спрашивает, Диане очень подойдет роль русской княжны в костюмах начала 19 века. Не хотелось бы сыграть именно такую роль? У меня есть два сериала, одни из любимых вот того времени. Значит, один Крепостная и второй этот русский снимали про Екатерину II. Мне очень вообще нравятся сериалы с тематикой 19 века. Вообще, все эти костюмы, это все очень колоритно смотрится, красиво. Но я понимаю, насколько это тяжело, потому что я там смотрела интервью людей, которые играли такие роли, и там, когда они говорят, что вот эта корона весит там 15 килограмм, и ты в ней идешь, у тебя еще огромное платье, здесь корсет. Я думаю, нет, нет, давайте я чуть-чуть поплачу стены в земле без снега, и все будет окей. Ну а в будущем, если представить такую роль, ты откажешься от нее, от того, что корона слишком тяжела для тебя? Да я, конечно, не откажусь из-за короны. Из-за короны из-за тяжелой короны. Я же ношу свою, ничего, справляюсь. Ну просто сейчас я не сильно уверена в своих актерских данных пока что на данный момент, чтобы сыграть такие роли, вот, но будем набираться опыта, и кто знает. Да Диана Мания вообще может все в этой жизни. Верьте в себя, верьте в свои мечты, добивайтесь того, чего хотите добиться. Just do it. Как говорится. Вот. А вообще просто будьте счастливы, даже если в вашей жизни, как и у всех нас, есть горестные моменты, потому что мы живем, и это уже счастье. Пойдем смотреть Белочек. Получилось! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok